По итогам третьего дня турнира серебро завоевал Ахмед Чекаев, а бронзу Ахмед Гаджи Магомедов. Манчестер Юнайтед обыграл испанскую сельту 1-0 в первом полуфинальном матче Лиги Европы. Ранее в другом полуфинале голландский Аякс разгромил французский Лион 4-1 ответный матч 11 мая. Ну и доллар на сегодня 57-57, евро 62-73. Все, что важно каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Спонсор проекта ООО «Еврологистик». Моторные масла «Манол». Выносливость, целеустремленность, результат. Каждый день инженеры «Манол» предлагают новые решения, чтобы двигатель вашего автомобиля работал чище, дольше, стабильнее и мощнее. Моторные масла «Манол». Немецкий взгляд на то, каким должен быть ваш автомобиль. О погоде в Москве сейчас чуть выше плюс 9. Это данные столичного метеобюро. Давление стало чуть меньше 756 миллиметров. Уровень влажности снизился до 38 процентов. Ветер северо-западный 1 метр в секунду с порывами до 5. По прогнозам, сегодня в столичном регионе будет без осадков и солнечно. Максимально воздух может прогреться до 16 градусов. Ну а скорость ветра сегодня будет меняться и может достигать 10 метров в секунду. Сто процентов утро на Спорт.ФМ 10.04 в Москве. Это сто процентов утро. Эмма Гаджиева, Александр Боярский. К нам присоединяется гость, с которым будем сейчас в течение часа общаться. И сегодня у нас в гостях певец. Музыкальный продюсер мастерской эстрадного искусства для детей и юношства. Албайсна Пугачева, Рецитал Клуба. Михаил Гребенщиков. Миша, можно ли на «ты» сразу привет? Да, привет. Можно на «ты». Привет, Спорт.Радио. Я тут. Доброе утро. Да, как ты заметил, у нас тут, видишь, сеточка, мячики, футбольное поле. Поэтому, да, мы «Спортивное радио» и поговорим о спорте в том числе и о твоем творчестве. Естественно, 15 лет назад все помер, все следили, все это знаем. Тоже порасспрашиваем. Ну, расскажи, как у тебя со спортом дела, для начала. Что вообще связывает со спортом? Какие виды любишь? Ну, скажем так, преуспевал. Я в спорте в шашках когда-то. В шашке? Да, папа был там второй в Воронежской области, самое большое достижение по шашкам. Я в пионерском лагере просто... Орвал всех? Орвал всех. Люблю шахматы. Ну, что-то с годами реже попадаются с кем посидеть, поиграть. И еще в «Спорт» у меня присутствует футбол. Отлично, это наша тема, поэтому да, поговорим. С 2004 года я играю в такой команде, как «Старко». Это такой футбольный клуб артистов, музыкантов, творческих людей, которые собираются и играют в футбол. Вот. В 2007 году произошел первый чемпионат мира по футболу среди артистов. Было дело, да. В Сочи, да, он проходил? Да, в Сочи. И вот он до сих пор идет, и сейчас в Москве уже пятый год подряд в этом году будет. Приедут 16 стран, и я вот, скажем так, один из режиссеров этого чемпионата. Вот. Отвечаю за культурный отдел, чтобы иностранцы дружили. Ну, мы там вообще в топе, как в России, хорошо. Хотя бы там мы выигрываем все, а вот артисты тащат. Да. Поначалу было да. А в последние года три-четыре, ну никак сборная российских артистов не может поймать призовые места. И мы все время это третий, четвертый, пятый. Вот так получается. Это все потому, что все по-настоящему, и страсти у нас не меньше. Так, сдаем мы или привозят там артистов, футболистов каких-нибудь, наверное? Вы знаете, при строгом таком отборе, скажем так, организационная комиссия отсматривает участников всех команд. И вот, например, в сборной Казахстана позапрошлым году, кажется, приехало 20 диджеев. Красавцы. У них там столько есть? Ну, наверное, собрали всех. То есть, вот. И, соответственно, мы рассмотрели, что они чуть-чуть жульничали и пригласили таких... Ну, если не сверхпрофессиональных таких бывалых, то полупрофессиональных футболистов. Сборная Израиля грешила этим, что у них больше серьезных футболистов, чем настоящих музыкантов. И в этом году она пропускает чемпионов. Дисквалифицирована. Слушай, да у них там нормальных футболистов нет. Откуда там вообще привезти кого-то можно? Ну, вот, скажем так, не в настоящем футболе, так в музыкальном. Каждый хочет все равно самореализоваться. Ну, а ты сам, когда последний раз на поле выходил, форум поддерживаешь хотя бы иногда? Да, у нас сейчас проходят тренировки. Все по-настоящему. Каждый, ну, 3-4 раза в неделю тренировка. Вот. Ну, не могу сказать, что я частый гость, потому что скамейка запасных настолько огромная в российской сборной, что ты придешь на тренировку, даже на тренировку, пока до тебя место дойдет поиграть. Я лучше уступаю более, скажем так, горячим игрокам. А так я славен тем, что я выхожу, сосредотачиваюсь. Вы на какой позиции играете? В нападающие. Забиваю гол и ухожу. Отличная, кстати, тактика. Да, и все это происходит в течение там 1-2 минут. Вы что делаете с 17 июня по 2 июля? У нас тут просто Кубок Конфедерации, нам очень нужны забивающие футболисты в сборную. Да я с удовольствием, но у меня уже возраст, ни по возрасту не подойдет. Выглядите прекрасно, хочу сказать, нашим футболистам, да. Слушай, Игнашевич не намного младше тебя, там ему-то сколько, 38-39 где-то уже скоро будет, да, поэтому вполне, вполне можно выйти на пару минут и сделать результат. Да, меня вот приглашали в клуб, сейчас тут Перми что ли такой, в Перми как это? Амкар. Амкар? Да, вот один там профессиональный футболист увидел, как я три дня подряд в Старково, мы находились в туре, ездили и по одному голу забивал, он говорит, все, я тебя в Перми забираю. Забираем. А я напоминаю нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете задать свои вопросы Михаилу Гребенщикову в вайбере, в ватсапе, плюс семь девятьсот двадцать пять четыре двойки девять три и два, на смс-портал можете отправить вопрос пять пять три три в начале слова «спорт», ну и группа «спорт.фм» ВКонтакте, обсуждение сто процентов утра, кликаем и туда пишем свои вопросы. Ну а если вы хотите лично задать вопрос Михаилу, то ради бога дозванивайтесь в эфир два семь шесть ноль девять три два и два семь шесть один девять три два, Кот Москвы, четыре девять пять. Миш, ну если есть любовь к футболу, значит, за какую-то команду ты болеешь. Ну-ка, рассказывай, за кого и почему. Скажем так, вот я болею там за свой воронежский факел, но он что-то это не особо играет и всегда радуюсь, когда он там приближается к высшей лиге где-нибудь. У тебя есть уникальная возможность завтра сходить на воронежский факел, они играют в Москве, ну в Химках, в Химках, на арене Химки, вот если вдруг найдется исхождение, может... Так-так-так, это у нас интересный расклад получается в студии. Динамо, Динамо факел, да. Болельщик Динамо, Александр Боярский. Я болельщик Динамо, да, заиграем с факелом, вот завтра они приезжают, так что если есть желание, ну там, условно, увидеть кого-то, может быть, из воронежских, да, то можно сходить. То есть это факел, да, получается, ты же из Воронежа сам, да. Да, я из Воронежа очень, скажем так, расстроен, почему Воронеж не включен в города чемпионат мира по футболу. Там один из самых огромных стадионов в России, да он и в Советском Союзе был, там он вмещает около 40 тысяч людей. Воронеж очень спортивный и продвинутый на самом деле город, ну вот почему-то он не столица футбольная в чемпионат мира оказалась. А так, скажем, я больше как-то творчески связан с командами. Если бы там брать локомотив, я, скажем так, даже давал мастер-класс по диджеингу товарищу Сычеву. А, вот откуда все понабралось-то это. А мы-то его тут потом потравливали, Сычев не в футбол играет, а уже там занимается не тем делом, которым надо. Вот, когда-то помогал организовывать день рождения такому футболисту, как Дюрица. Да, был. Да, и даже там участвовал там его родственники. Ян Дюрица, да. Да, друзья близкие написали ему песню, и я ее аранжировывал и записывал, этих людей, вот, для Яна Дюрица, да. Скажем так, это если я вот докасывался, да, великих, да, футбола. Сейчас такая тема, что все говорят, что Спартак будет чемпионом, да? Это факт уже, фактически. Вот, и я вынашиваю уже года два футбольную песню там про Спартак. У меня есть некий коллектив соавторов, вот, и которые говорят, Миша, ну когда твои дети споют песню про Спартак? Я в своей мастерской эстрадного искусства там начал эту песню записывать, Алла Варисовна услышала. Так, это же интересно. Сказала, говорит, какой Спартак? Типа, зачем нам эта песня? Я вообще за торпеды болею, сказал Алла Варисовна. Вот сейчас заголовок для всех. Алла Пугачева болеет за торпеды. Это же неизвестный факт, наверное, никому. Ну, во всяком случае, я это слышал. Я говорю, а что, Спартак, чем плохая песня? Сейчас вот Спартак на подъеме. В топе, конечно. Новый стадион. Она так посмотрела. Но она как-то вот и спортивные мои идеи не особо поддерживает. Так же, как и патриотическо-российские. Больше ее трогают какие-то, скажем так, лирические. Ну, жизненные там все-таки. Любовь, морковь и все такое, да? Слушай, а можно прям две строчки? Мне кажется, спартакские болельщики нас, понятно, слушают больше всех. Они ждут этого чемпионства. 16 лет уже этого не было. И вот сейчас случится. Прям пару строк каких-нибудь про Спартак. Что там у тебя было? Может, это новый хит? Угу. Угу. Можете, я телефон возьму, там это, текст-то, я музыку написал. Ну, без проблем. Ну, хочешь, можно после паузы это все организовать, сделать. Давайте, давайте. Я вам прям сейчас это как... Зачитаюсь там. Это в стиле рэпа или что это там такая? В стиле такой эпохальной пафосной песни. Эпохальная пафосная песня от Михаила Гребещикова. Можно посвятить ее чемпионству грядущему Спартаку. Я думаю, что много песен про Спартак не бывает. Так что Миша сейчас нам что-то обязательно расскажет. Но вот эта новость, то, что Алла Пугачева про за торпедой болеть, честно говоря, я был абсолютно не в курсе про это. Но это очень любопытная тема. В интернете очень активно гуляет информация о том, что Михаил все-таки болельщик московского локомотива. Да, это вот все связано с командой Старковых. Сейчас еще будет больше связано с тем, что я болельщик локомотива, потому что чемпионат мира по футболу среди артистов пройдет на стадионе локомотива только там. И там будет сцена, где вот эти 16 стран, которые приедут, будут не только играть в футбол, но и соревноваться, кто лучше покажет свою концертную программу. И я там буду все время на сцене вести это мероприятие. И, наверное, тогда вообще сольюсь с локомотивом. И точно так же было многие годы, и я открывал там сезон. Ну, скажем, такой друг стадиона локомотива и команды, наверное. Стадиона и команды, да. Но сейчас локомотив, кстати, выиграл Кубок России. Наверное, тоже приятно немножко приобщиться к этому. Да, это круто. Так, сейчас песню-то ищу. Давай-давай, Миша пока тут в телефоне лазит и ищет песню про Спартак. Так, сейчас будет всем хитяра. Миша зачитает слова. С кем еще, может быть, знаком из спортсменов, футболистов про Яна Дюрицу мы услышали. Про Сычева, кстати, ну тоже интересно, как проходило с ним общение, как он вот именно в музыке. Ну, кстати, его сейчас не очень слышно, да. Он пропал какой-то с пьедестала нашего. А футбол-то он играет? Да он где-то играет на любительском уровне, по-моему. Да, я просто что-то пропустил. Мне казалось, что он будет всегда молодым и таким, я помню, чемпионат мира 2002 года, когда там в Японии он, кажется, был. Да, да, да. Слезы. Да, и он, наверное, был тогда самым ярким персонажем нашей команды. И было много каких-то разговоров, что, эх, если бы его тренер выпустил побольше, пораньше, побольше. Вот, я тогда в Воронеже работал в клубе и радовался тому, что в нашем клубе нет ни игровых автоматов, ни казино. Но летом, чтобы раздевалка не простаивала, сделали букмекерскую контору. И я как патриот ставил на российскую команду в надея, что она выиграет, и она туда проиграла. Ну, про Сычева все-таки расскажи, вот он, какой он вне футбола был? Ну, знаете, есть, может, там футболисты, с которыми чуть побольше знакомы. У нас мы неоднократно там у кругу общих друзей встречались на каких-то мероприятиях. Я, как правило, стоял за вертушками, диджеял, и он проявлял интерес, подходил там. Как это все работает там, да? Ну, даже не в том дело, он подходил со своей музыкой, и я ему уступал место, и он там что-то крутил, ставил свои треки, и это было интересно понаблюдать. Меня это, скажем так, позабавило. Ну, с точки зрения диджеиста, получалось у него? Да, получалось, почему нет, да. Но все равно многие критиковали за то, что он еще играет в футбол, а занимается немножко не тем делом, ну, как бы не все внимание свое футболу уделяет. Но это уже как бы его был выбор. Приходит вопрос для Михаила. Слушатель Андрей в Айбере спрашивает, Михаил когда-нибудь принимал запрещенку перед матчами? Ну, это скорее вопрос с юмором. Вы знаете, я это, в Сочи, когда был первый раз чемпионат мира по футболу среди артистов, у нас там очень все серьезно. И там был настоящий какой-то легендарный даже доктор за кулисами. Вот. И когда там, сейчас я вспомню, кто же там был, сейчас фамилии великих подзабыл, Кирьяков, кажется, был, кажется, Титов был на первом чемпионате мира по футболу. Вот. И доктор в раздевалочке из какого-то пузыречка всем там смотрю, и великим на язычок что-то капает. Вот. Вы заинтересовались, естественно. Да, я говорю, а можно мне тоже? Это что-то такое? Ну, это какая-то там глюкоза и что-то такое вот. Ну, такое вот. Ну, я думаю, раз всем капает, значит, и мне... Сейчас я побегу, буду забивать. Да, поскольку я больше организационными вопросами занимался, и был только на первой игре, где вот это вот я увидел, я потом приходил перед каждой игрой, и не играя, просто знал, что там сейчас будут капать, наверное. Можно мне тоже капнуть? Я почему-то после этого такой веселый и добрый становился. Так что вот так. Такой небольшой допинг, но надеюсь, что это все в рамках правил. А еще меня удивило, вот что когда вот футболисты играют, играют прям жара, 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 а после футбола прям все заходят и пиво начинают пить. Я такой думаю, ну как же так, говорю, ну какое же здоровье. Неспортивное, да, такое поведение? Неспортивно. А потом выяснилось, оказывается, что, ну, пиво помогает. Но оно быстро уходит. Нет, сразу, скажем так, как-то что-то, пересохший организм восстановить. Да, да, да. Вот это вот своими глазами видел. Такое бывает, да. Приходят еще вопросы нам в большом количестве. Но вот спрашивают тебя, раз ты из Воронежа, как ты относишься к группе «Сектор газа»? Ник прислал такой вопрос. Ну, «Сектор газа» — это, скажем так, гордость каждого воронежца. И для меня это история каких-то конца 80-х, начало 90-х. Я был знаком с Юрием Хоем. Вот. И такая неординарная группа была в Воронеже, да. Это исторический факт. Ну, то есть и на концерты ходил, получается, и вживую общался, да? Это же тоже, знаешь, для поклонников-то у нас много «Сектор газа». Для них это вот сейчас каждое твое слово. На концерты, скажем так, так ни на одном концерте не был. Больше встречался где-то на радио, также работал там. В Воронежском приходил Хоем в гости. На студии пересекались. Ну, и у нас даже технический директор Алексей Ушаков радиостанции нашей был. Клавишник из «Сектора газа». Вот. Так что... Ну, это легенда. Легенда. Я, кстати, был в Воронеже в прошлом, да, получается, году. «Динамо» как раз играло с «Факелом». Он там, если помнишь, может быть, слышал в новостях. Кидались креслами. Полиция там гоняла всех. Стычки, столкновения были. Вот я посетил... Вот во всем этом принимал участие Александр Боярский, видимо. Да, да. Вот. Немножко, да, мы там пошизили. Но это и сходил тоже как поклонник этой группы, естественно, тоже сходил, посмотрел, на кладбище там был. Ну, в общем, многие-многие что-то меня тоже задело. Многие болельщики прям с поезда сразу туда ехали. Вот. И им пели песни. Я... Ну, мы просто чуть-чуть о грустном. Так вот в Воронеже бывает, когда хоронили Хоя. У нас в Воронеже такое ДК «Луч» есть. И вот, например, по четвергам я там вел молодежную дискотеку, а там, например, в субботу или в пятницу в этом же здании были похороны. Так вот. Ну, бывает, да. 10.22 почти в Москве. В эфире «Спорт.ФМ» программа «100% утро». У нас в гостях в прямом эфире Михаил Гребенщиков. Присылайте свои вопросы нашему гостю. Вайбер, ватсап в рабочем состоянии. СМС-портал также принимает ваши сообщения. Вконтакте. Роман Стецкевич интересуется, когда у Михаила следующий концерт? Ну, скажем, когда. Больше какие-то у меня происходят корпоративные мероприятия, а концерт... Ну, концерт, выступление, вот где можно вас увидеть? В Сочи. В баре «Лондон» с 18 мая. Ну, то есть где-то можно следить за твоими гастролями, выступлениями, да? Да, где меня еще можно. Скажем так, ну, не на первом месте стоит, может быть, вот такой вид моего творчества. Но, тем не менее, всегда рад тряхнуть стариной, спеть свои песни, покрутить пластинки. Такое мое сейчас амплуа. Ну, ты сейчас сам пишешь, по-прежнему все это делал, да? Ну, пишу, пишу, но большую часть пока моей жизни занимает детское творчество. Я музыкальный продюсер детского центра «Орленок». В этом году там завоевываю еще «Артек», «Океан», еду в эти лагеря работать с детьми. Скажем так, я переформатирую старинную детскую музыку на современный лад, плюс пишу чего-то новое. Вот, и, скажем так, детское творчество много в моей жизни занимает. И вот уже 4 года у меня вот эта мастерская эстрадного искусства Алла Борисовна. И, скажем так, ну, мне это тоже моя любимая работа. Мне нравится. Подробнее о том, чем занимается сейчас Михаил Гребенщиков, поговорим после выпуска новостей. И небольшой паузы, не переключайтесь. Чемпионат мира по хоккею. Сборная России. Эй, вратарь, готовься к бою, часовым непославленным пород. Ты представь, что за тобой полоса под конечной идет. Через неделю после окончания чемпионата мира по футболу 1994 года, когда стало ясно, что россиянин Олег Соленко вместе с Христостоечковым получил золотую бутцу как лучший бомбардир турнира, в Тюмени родился Андрей Василевский. Карьера Андрея уникальна. Его отец, тоже Андрей Василевский, сам был профессиональным вратарем. Но его сыновья играли в нападении. Позже один стал защитником, другой поддержал семейную традицию и переместился в рамку. Но уникальность даже не в этом. Василевский провел всего два сезона за Салават Юлаев. Но при этом получил пять медалей на различных чемпионатах мира. Презираем мы злато, его не имея. Его не имея. А увидим хоть раз и от счастья не имеем. От счастья не имеем. Впервые о Василевском на международной арене все узнали в 2010 году. В 2011 году на юниорском чемпионате мира Андрей впервые заработал бронзовую награду вместе с командой. Еще трижды Василевский выступал на молодежном чемпионате мира и ни разу не возвращался без медали. В 2012 году наша молодежка завоевала серебряные награды, потом дважды подряд стала бронзовой. Параллельно Василевский уже выступал за Салават и оба сезона успешны. Уфимская команда была в тройке призеров. Игра молодого галкипера не могла быть незамечена тренерами национальной сборной. В 2014 году Василевский вызван в основную команду и становится чемпионом мира. На турнире в Минске Андрей сыграл два матча и за 120 минут пропустил лишь одну шайбу. Как-то быстро Андрей засобирался уехал в НХЛ. Тампа Бэйлайтнинг нуждалась в хорошем сменщике для своего основного кипера. Правда, уже дважды Василевскому приходилось отправляться в фармклуб «Сиракьюс Кранч». Но Андрей возвращался и оставался достойным конкурентом Бишопа в составе. В этом сезоне Василевский 47 раз начинал матчи в основе и в 23 играх одержал победу. Дважды соперники Тампы не смогли пробить молодого русского вратаря. На нынешний чемпионат мира Василевский приехал в статусе основного стража ворот. Он возмужал и уже может вслух заявлять, что если бы Бобровский приехал в сборную, его бы в команде не было. Потому что Василевский уже не хочет быть вторым. Его место только первое и самое главное. Знают ли об этом соперники? Несомненно. И, возможно, их это пугает. Все сейвы Василевского на чемпионате мира по хоккею на Спорт.ФР. Реклама А электрику в квартире я сделаю сам. Мосэнергосбыт предупреждает. Не будь экстремалом. Звони профессионалам. Замена проводки, реконструкция электросчета и многое другое. До 15 июля действует скидка 10%. Подробности акций и условия предоставления скидки на meselectric.ru. Акция действует на территории Москвы и Московской области. Участвуй в викторине «Стань чемпионом» от Юникредитбанка. Проверь, насколько хорошо ты знаешь Лигу чемпионов. Отвечай на вопросы и выигрывай мячи с автографами футболистов и другие призы на сайте «Станьчемпионом.рф». Официальный спонсор проекта «Ау Юникредитбанк». Викторина проводится с 26 апреля по 6 июня этого года. Подробности на сайте «Станьчемпионом.рф». 18+. Телефон рекламной службы «Спорт.ФМ» – 620-46-64. Код Москвы – 495. Матч за 60 секунд. Матч шведского этапа Еврохоккейтура. Сборная Швеции – сборная России. Собрались мы здесь, чтобы посмотреть за шведскими хоккейными играми «Россия-Швеция». Кирилл Капризов, кто как не он, должен был вести эту команду за собой. И вот он ее ведет. Забросил шайбу, когда сборная России играла в большинстве. И мы реализовали численное преимущество. А вот теперь сборная России играет в меньшинстве. Шведы сравнивают счет, реализуя численное преимущество. Плохо играем в меньшинстве. 2-1 сборная России выходит вперед. И реализуем мы практически булит. Сейчас упустили шведы нашего хоккеиста. Тот один на один выкатывается с Виктором Фастом. А шайбу забросил Максим Карпов. В домик в течение практически 2 минут и 9 секунд команды забросили 3 шайбы. А вот сейчас момент на пятаке. Здесь сборная России обороняется. Бросокол. Все-таки пропустили. За 16 секунд до окончания большинства они забрасывают шайбу. Причем это их вторая шайба в большинстве в этом матче. Сборная России сейчас последнюю атаку в этом втором периоде. Отправляется и гол за 20 секунд до конца второго периода. Капризов что ли? Четыре шведских хоккеиста были перед воротами. Их просто одной передачей. Всех сразу Анатолий Голышев отрезает и делает передачу на Кирилла Капризова. А тому надо было попасть уже в пустой угол. А он это и сделал. Вот ситуация очень и очень интересная. Втроем остаются шведы против пятерых игроков сборной России. На обыск в Париже глава Международной Федерации хоккей Ренефаз лично посетил тренировку сборной Белоруссии. Кроме извинений он поинтересовался состоянием игроков. А также отметил, что разбирательство уже ведется. Между тем чемпионат мира стартует уже сегодня. Белорусы сыграют с финнами, а россияне со шведами. Первый канал только что сообщил, что на своем сайте он будет показывать в прямом эфире все игры с участием сборной России. И также канал в режиме онлайн покажет четвертьфинал, полуфинал и финальную игру. Ну и курсы центрального банка. Доллар сегодня стоит 57 рублей 57 копеек. Евро 62 рубля 73 копейки. Еще раз напомню, на биржевых торгах и доллары евро растут. Пока это все новости. Сергей Ясни, все что важно. Каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Дорожная ситуация в Москве. Еще раз повторюсь, что движение транспорта по Лубянскому проезду и Славянской площади сейчас полностью перекрыто из-за крупного пожара в центре города. Общая оценка ситуации в Москве 4 балла. Местами из-за труднения сложнее всего сейчас, как обычно, на кольцах. Кат в обоих направлениях 5 баллов, ТТК 8, 7 баллов на внутренней стороне Садовой, 8 на внешней, столько же сейчас на бульварном кольце. Из крупных пробок внешней сторонам Кат от Боровского шоссе до въезда в Бутово. Главное игровое шоу страны среди тех, что начинаются в 11 часов на Спорт.ФМ. Сто процентов азарта. Мы ж песню написали про лучшую игру. По футболу. Мне на всех по футболу. Слушай, сто процентов азарта. Каждый день с 11 часов. Я в сто процентах азарта. Каждый день с 11 часов. Сто процентов утро. Мы продолжаем. 10.35 в Москве. Александр Боярский, Амагаджиев. И у нас в гостях сегодня певец, музыкальный продюсер, хороший друг Алла Борисовна Пугачевой. Можно так, наверное, представить? Михаил Девчуков. Перегнули. Да нет, ну как перегнули? Ну ты уже столько времени. Я все-таки больше сотрудник все-таки. И у нас есть такая дистанция. То есть я такой... Она такой добрый, папа Карла, а я, скажем, такой не совсем добрый, но получаю все шишки. Ну ты сказал, уже 4 года здесь работаешь. Ну мне кажется, хорошо работаешь. А пока еще работаешь, значит. Мне кажется, Алла Борисовна непросто работать, поэтому все нормально. Миша увлекается футболом, болеет, как мы поняли, за локомотив. И факел. И воронежский факел, да, откуда он родом, естественно, тоже. Завтра в 3 часа Динамо факел. Так я пользуюсь случаем. Михаил пришел, можно матч немножко прорекламировать. Да, приходите. И играл за команду Старка и сейчас занимается больше организацией, да, все-таки. Да. Что вокруг творится чемпионатов, турниров. Я смотрю твой инстаграм. Здесь ты со многими людьми знаком. Вот последние фотки. Виталий Гагунский заходил, да, вот, если ты из последнего, да. Да, вчера буквально, да. Вот, буквально. Тоже знакомый. Это актер ТНТ, который играет там. Его дочка у нас учится, и мы там сейчас активно пишем песню, где папа принимает с дочкой участие. Кстати, о песне мы все-таки нашли. Мы долго искали песню, которую Михаил говорил про Спартак. Ну что, готов послушать кусочек, да? Конечно. Я думаю, что мы можем организовать. Мы целиком не будем слушать, там 3 минуты, но, я думаю, куплетик с припевом мы сейчас про Спартак. Напомни, кто это написал песню? Это написал музыку я, а слова мой коллега, учился я на журфаке, никогда. И вот у меня Олег Воротынцев такой спортивный, он уже превратился в воронежского спортивного обозревателя, и он просто маниакально болеет за Спартак. Уже там вот ему 42 года, и он там лет 20 ездит за ним во все части света. И вот он меня, скажем так, вдохновил на это, говорит, Миша, вот давай вот песню сделаем. И вот такая песня есть. Но, скажем так, ее спел парень, ученик из нашей школы. Скажем так, пускай это будет такой демо-вариант, но будет она еще мощнее. Давайте послушаем чуть-чуть. История команды, история побед, храним и уважаем, мы красно-белый цвет. И снова на трибуне, поем тебе слова, вперед, Спартак, Московский, вперед, Спартак, Москва. Городимся тем, что было, гордимся тем, что есть. Спартаковская сила, спартаковская честь. На смену ветеранам приходит молодежь. Мы знаем точно, ты нас. Спартак не подведешь. Спартак не подведешь, да. Браво, браво, браво. Ну, такая песня, ты знаешь, прям держит в тонусе. И я думаю, что болельщики могут петь там в едином порыве на стадионе, допустим, да, когда она выйдет в свет. Да, нам бы, конечно, этого хотелось. Ну, вот он, как автор, мой коллега работал долго над текстом, и мы переслушали много спартаковских гимнов, и вот у нас есть претензии, что у нас вот чуть-чуть необычный взгляд на традиционные спартаковские песни. Но вы хотите детский голос оставить, или там еще добавится что-то? Не, я хочу, чтобы это спело, там, ну, человек 15, такой хор такой, прям, чтобы оно помощнее звучало, да. Напишите нам на смс-портале, на вайбер-вотсап, понравится, не нравится, как вас, за дело песни. Ну, люди уже пишут, да, отлично, отлично, круто, вот, ждем полной версии. Так что, да, действительно, можно это делать, и я думаю, что будет очень здорово. Много друзей спартаковцев вообще, знакомых спартаковцев, которые ждут сейчас чемпионства, наверняка сейчас такие празднества начнутся? Наверное, ну, у меня друзей, скажем так, ну, больше знакомые коллеги по команде. Егор Титов, например. Егор Ильич, в порядке? Кстати, один раз мы ехали в команде, в автобусе едем куда-то, ну, на футбольные гастроли, и вечером играл матч сборная России, сборная Румынии, что-то, было лет 5-6 назад. И все решили, давайте поставим на свой, ну, счет каждый, кто скажет, и скинемся по тысяче рублей. Ну, и набралось там где-то привозовой фонд 25 тысяч рублей, я сказал, что 3-2 наши выиграют. Ну, прозвучало это как научная фантастика, и я единственный, кто назвал такой счет, рулил всем Егор Титов, и я выиграл. И часто после этого вы прогнозы делаете? Сорвал джекбасс. Да, кстати, после этого, да, позвонил там один из нашей команды товарищу, говорит, Миш, ну ты как тогда классно предсказал? Я тут поставить решил, может быть, ты тоже скажешь. Вот. Клевая песня, обязательно выпускайте, написал Дима Темников вконтакте. На ватсапе также пишут, что бодренькая песня, просто супер, выложите, пожалуйста, в интернет обязательно, будем слушать, скачивать и наслаждаться. У меня вот какой вам вопрос, Михаил, я напоминаю, да, что у нас в гостях Михаил Гребенщиков. Вот вы человек, который работал и с звездами шоу-бизнеса, да, и со спортсменами, в том числе, во время там организации каких-то спортивных мероприятий. Вот вам с кем комфортнее работать, общаться? Ну, вы знаете, у нас, скажем так, в команде Старко, если играют профессионалы, они как-то так органично вливаются с нами. Вот, например, Киряков играет с нами. То есть он, скажем так, мне кажется, футболисты прутся от музыкантов, музыканты прутся от футболистов. Вот такое у нас общение. У каждого есть свой какой-то интерес, восторг. То есть артисты всегда там разговаривают анекдотами, шутками, песнями, что привлекает футболистов. Футболисты, соответственно, у нас их, ну, в команде не так много. Профессионалов, может быть, два-три команда может себе позволить. Футболисты, соответственно, роскошно играют, будучи даже уже там в почетном возрасте. Ну, а в плане вот дисциплины, на мой взгляд, про спортсмены, они такие и вовремя придут, и более ответственные. Ну, скажем так, дисциплину футболисты не нарушают. Больше дисциплина проявляется, это когда мы утром из отеля едем. И когда автобус стоит и ждет там кого-нибудь. И, как правило, дисциплину нарушает, там, не знаю, пьер-нарцисс. Потому что весь автобус сидит и его ждет, пока его там разбудят в номере. Ну, а самое главное, что между футболистами и артистами дружба такая, настоящая, крепкая. Тот же Егор Титов, который ты упоминал, с Николаем Трубачевым уже дружит, да, там, сто лет, кажется. Да, да. У тебя кто самый все-таки такой хороший, знакомый футболист? Ох, кто же мой... Скажем, кто же мой знакомый футболист? Ну, вот... В какой-то штопор... Вводим иногда, да, бывает. Умеем, умеем. Извечный вопрос от нашего слушателя. Роналду или Месси? Кто это? Я восхищаюсь и тем и другим. То есть, интересно наблюдать там, как вот мы... Роналду, если это не... Нет уж, ну давайте, давайте определимся. Если это история, скажем, если это история невыдуманная, что Роналду там жил в нищих районах, где-то там играл, сам добивался там этого вообще... Да, 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 все так и есть. Будем верить в это. Да, вот это вот читал, и мне вот понравилась его история. Про Месси вообще ничего не знаю, но почему-то он вот... Ладно, Месси, Месси. Ну как так? Подожди, Михаил уже был близок к тому, чтобы выбрать Роналду, и тут неожиданно. С Мишей, во-первых, Месси, а во-вторых, это все равно, что спросить там, не знаю, Вадим Казаченко или Игорь Саруханов. Вот выбери, да? И у одного хиты там есть, и у второго хиты. Один там много забивает, и второй забивает. Вот как тут определиться? Да, да, так что очень сложно. 10.44 в Москве. Я напоминаю, что у нас в прямом эфире в программе «100% утро» Михаил Гребенчиков. После небольшой паузы вернемся и будем допрашивать Михаила с особым пристрастием. Реклама Только до 9 мая в «Техносиле» скидка 30% на любой второй товар. Например, при покупке духового шкафа «Бош» за 24 990 рублей, варочная панель всего за 13 993 рубля. Подробности акции у продавцов-консультантов «Техносилы». Техносилы Осталось 15 минут. А сейчас «100% утро». 10 минут остается до майских праздников. 4 дня выходных будет у программы «100% утро». Эмма Гаджиева, Александр Боярский сразу отправляется во все тяжкие. Ну а пока у нас в гостях Михаил Гребенчиков, известный певец, музыкальный продюсер, человек, который в 2002 году всех будоражил своими булками и другими замечательными песнями. Ну булки не его, конечно, были, да? Были других девчонок и крутых девчонок. Миш, могу тебе сказать, что у нас тут есть продюсеры, которые до сих пор слушают эти песни, включают, и на ютюбе они постоянно, поэтому восторгаются на самом деле все, что было. Такая просчитанная песня была, это заказ одной шоколадной компании про батоны, и надо было за два дня ее написать. Вот, и я купил эти две шоколадки этого производителя, списал оттуда ингредиенты, арахис, карамель, питательная, глюкоза, и получил, сделал текст, какой арахис, попас, орешек, все так серьезно, без нас смешек, сироп, глюкозный. Честно, никогда бы не подумал. Да, это такая скрытая реклама шоколадины. Женца, фактически, да, как это называется у нас там на радио или еще где-то. Слушай, ну прикольно, а танцы-обниманцы? А танцы-обниманцы, у меня была песня, называлась она немного по-другому, и припев выглядел, что ты на меня смотришь убитыми такими глазами, да я тебя обниму обеими-то руками. Не, ну в этой песне мне, естественно, больше нравится фраза про лезгинку. Да, и к нам должен был прийти товарищ Аксюта на фабрику «Звездный дом», и он тогда был уже матерый родейщик. Вот, и такое задание, предложите что-нибудь Аксюте, чтобы он сказал, форматно это или неформатно. Я там же в «Звездном доме» переделал эту песню, но это я еще до фабрики где-то там шутил, в Воронеже что-то сочинял. И я ее вот там в фабричном доме прямо и придумал. Танцы-обниманцы танцуют вокруг испанцев. Ну там столько образов, и лезгинка, и Майкл Джексон. Да, ну это в клипе, да. А больше я хотел как какой-то такой блеф, шутка, юмор, глум какой-то дать серьезному радиоведущему, радиомонстру послушать какую-то абсурдную, смешную песню. И она ему понравилась. Слушай, ну приятно то, что до сих пор вспоминает, до сих пор смотрит это все дело? Ну, конечно. Приятно. Почему нет? В этом что-то есть. Скажем так, больше, наверное, я переживаю в своей жизни не сколько память песен, а сколько... Вот есть артисты узнаваемые, а есть неузнаваемые. Я вот похвастаюсь, что вот я вот живу в вечном встрече того, что я разговариваю с таксистами, там, с продажцами, рассказываю, как я попал на последний герой на фабрику. Не отец ли мне Борис Борисович? Мне кажется, это самый популярный вопрос в твоей жизни, да? Про Бориса Борисовича? Ну да, вот, даже вот недавно иду по городу, останавливается такой пожилой в годах мужчина и говорит, о, Михаил, здравствуйте, там, как поживаете? Как отец поживает? Как его здоровье? А папа мой, ну, он в Воронеже живет, он уже в годах, и, безусловно, у него, может быть, не всегда хорошее здоровье. И я такой, да-да, вот, папа, недавно там, ну, все нормально так, главное, стабильно, вот, и он такой, я такой, думаю, может, он пацан моего знает, откуда-то, я не знаю. Я как-то так ведусь, он говорит такой, ну, он там все, в Питере, да? И тут я в конце, я так, я понимаю, что я вообще, вот я сколько, ну, насколько... С информацией слил, я там человеке. Да, я готов, насколько, к таким вопросам, а насколько, вот, бывает, забываюсь и думаю, опять про другого отца спрашиваю. Слушай, я тебя понимаю, как никто к другому, у меня фамилия Боярский, и меня всю жизнь тоже преследует, ты родственник, ты родственник, но уже, в конце концов, я стал всем говорить, что да. Вот, поэтому, впервые в эфире Спорт.ФМ Боярский и Гребещиков, но не те. Но не те. Динамо против факела, опять-таки, тоже сегодня в нашей студии, я предлагаю перейти к рубрике «Прекрестный опрос». Давай, Миша, начнем. Это вопросы, да, анкетного характера, поэтому отвечаем быстро, не задумываясь. Ну, можно подумать, естественно. Твоя самая характерная черта, ну, или о себе в трех словах. Сентиментальный. Раз. Спыльчивый. Два. Надеюсь, что честный. Честный. Три, но не подумал бы, что прямо спыльчивый. И по разговору с тобой ты сейчас абсолютно спокойный. Так тебе, мне кажется, тяжело завести. Хотя, наверное, можно. Музыканты параноики. Вы знаете, у нас, мы разные люди, наверное. Любимый город? Любимый город Воронеж. И Форте Деймармию люблю. Есть у меня такой маленький городок. В Италии? Да, где я прям получаю удовольствие. Там собирается такая творческо-спортивная интеллигенция. Такой небольшой городок, где можно на улице там встретить Левса, поболтать с Мазаевым, строить какой-то передел шоу-бизнеса с Игорем Матайенко. Ну, теперь мы знаем, куда лететь, чтобы встретить всех. Я лечу в Италию в этом году в отпуск. Да, ну, не знаю, где это. Сейчас я у Миши за кадром спрошу, да, вне эфира. Может быть, тоже туда доеду. Дальше. Качество, которое ты больше всего ценишь в мужчине и женщине. Ну, давайте с мужчинами начнем. Ну, скажем так, чтобы... Что женщина, что мужчина. Ну, по порядочности, чтобы верить в человека можно было. Порядочность, честность. Наверное, да? Ну, да. Любимый праздник ваш? Любимый праздник? Любимый праздник. Праздник каждый день. Вот. Любимый праздник. Ну, не знаю. Ну, вот Новый год, день рождения, может быть, я не знаю, приход на эфир спорта. И Новый год, и 8 марта, и 23 февраля, и 9 мая. Пускай будет так. Нравятся мне эти праздники. Человек-праздник, назовем вас так. Дальше. Есть у тебя какой-то талисман, может быть, по жизни, который тебя сопровождает? Такой физический? Ну, или физический, может быть, какие-то приметы. Ну, крестик мама повесила, вот я с ним крестился. Вот талисман. Ну, люблю серебро, люблю какие-то, вот видите, у меня тут колечки какие-то по странам всяким езжу. Печатки практически такие, да? Да, и собираю колечки серебряные. Мне кажется, что они чем-то меня оберегают. Другие думают, что я, наверное, в детстве был металлистом, и у меня еще эхо хэви-металла. От чего вам в жизни было очень сложно отказаться? Вот что-то такое, от чего пришлось отказываться? Ну, наверное, когда произошла фабрика звезд, вот так взять вот за несколько, за пару месяцев и изменить свою жизнь, переехать в Москву, мама, папа, сестра, друзья, какие-то дела остались в Воронеже, и надо было так, пух, и переключить свою жизнь. Но оно того стоило. Ну, может, вот так, от чего еще мне отказываться было очень сложно. Ну, одно уж точно, что не зря, не зря все это было сделано. Я до сих пор верю, да, я еще до сих пор заряжен той историей, живу, мне все нравится. Ну, понятно, что это большая часть жизни, напомню, что Михаил... Еще квартиру подарили, прошу учесть, я там не просто потусовался. А, ты же третий метод там занял. Ну, да, и мне подарили скромно квартиру в Москве. И прям по-настоящему подарили. Ты там живешь или... Ну, я уже переехал в другую, поселился на Павелецком вокзале, у меня как-то вот воронежское направление туда, чтобы вот как бы ближе к дому. Да, автобусы оттуда ходят в Воронеж постоянно. Так, вот такой вопрос, если бы встретил, о чем бы спросил президента? Один вопрос. Прямо такая встреча, оп, коротенькая. Будет ли когда-нибудь легалайз? Легалайз. Расшифруй. Ну, легализация... Легализация... Запрещенных? Почему запрещенных? Ну, легализация марихуаны, например. Будет ли у нас когда-нибудь в стране? Сколько можно обманывать людей водкой? Как в Голландии, например? Да, хотя бы как в Калифорнии. В Калифорнии, в Голландии. Заходишь в кофешоп, да, и спокойненько что-то захотел, то это... Ну, прямо знаток. Хороший вопрос. Я думаю, Михаил многие подъезжают сейчас. Скажут, дайте встретиться Гребещикову и Путину, да. Блюдо любимое. Что любите поесть? По объезде в полмира я прям бросался на всякие экзотизмы. И в Таиланде, и в Латинской Америке. И потом какой-то произошел лет 35-36 у меня перелом, что я вернулся к традициям. Котлета, картошка, оливье, рыба под шубой, борщ. Вот ничего круче не знаю. Последним. Если бы ты не попал в эту струю, не попал бы на фабрику звезд, чем бы ты сейчас занимался? Кем бы ты был? Ну, я уверен, примерно... Ну, не примерно, а точно, я бы в этой же профессии находился. То есть все равно музыка вот эта все, да? Музыка, да. Студия, это какая-то моя стихия. То есть вот все началось в 1981-82, мне лет 6-5 было. Папа принес домой магнитофон, починил его в комиссионке, купил, починил. И показал, что провод можно в телевизор воткнуть и на кассету записывать. И у меня как вот снесло с этого голову... Твое прям, да? Да, да. И я вот... Ну, я всегда хорошо рисовал, участвовал в какой-то художественной самодеятельности, танцевал. И вот все, что связано с записью, перезаписью... И вот этот мой магнитофон вырос в мои там две сейчас студии. И мне это приносит удовольствие. Миш, 30 секунд у нас осталось. Привет и пожелания кому-то можно сейчас передать? Ну, что могу сказать? Вот Факел играет. Факел, уверен, победит. Желаю своей команде победить. Всем, кто меня слышит, приглашаю всех на Чемпионат мира по футболу среди артистов, который произойдет с 3 по 12 июня. Целых 16 стран приедут и будут играть панки, металисты, хипари, джидаисты. Все будут играть в футбол. Приходите, поддержите команду. Вот. Что еще могу сказать? Передаю привет всем, кто болеет за «Спартак» и надеюсь, что моя песня найдет свое место в спартаковских песнях. Ну и всех, кто меня слышит, всем привет. Все, спасибо большое. Михаил Гребещуков был в гостях у 100% утра. Мы в маленький отпуск уходим. Эмма Гаджиева, Александр Боярский были вместе с вами. Обязательно услышимся после праздников. Пока-пока. Пока-пока. В международный день акушерки появляется на свет турнир, любимый миллионами россиян. Чемпионат мира по хоккею. Впрочем, не только он в центре внимания спорта сегодня. С вами Дмитрий Дерунец. Сегодня стартует хоккейное первенство планеты. Оно пройдет в Париже и Кёльне. Естественно, сборная России для нас. Номер один команде Олега Знарка выпало выступать в германском городе. Первый матч и чуть ли не сложный самый в самом начале. Соперник сборной Швеции. Болеем за парней вместе со Спорт-ФМ, начиная с 17-15 по Москве. Также в нашей группе сегодня еще одна встреча. Сойдутся команды Германии и США. В параллельной группе Финляндия против Беларуси, ну и Чехия, Канада. Тренерский штаб российской сборной по-прежнему ждет подкрепление из национальной хоккейной лиги. Сегодня ночью вполне может завершить выступление в розыгрыше Кубка Стэнли Сент-Луис Владимира Тарасенко. Если проиграет Нэшвилу. А вот в паре Анахайм-Эдмонтон пятый матч, который ничего еще не решит. Ибо в серии ничья 2-2. В Кёльне сегодня помимо первых матчей чемпионата мира по хоккею, еще и игра футбольной Бундеслиги. Хозяева против Вердера. В Англии важнейшее лондонское дерби для борьбы за чемпионство. В Эстхэм-Тоттенхэм. В Испании Севилья принимает Реал Соседак. Единой лиги ВТБ баскетбольной. Сегодня начинают четвертьфинальные противостояния еще две пары. ЦСКА Астана в Москве. Локомотив Кубань Уникс в Краснодаре. На чемпионате Европы по борьбе сегодня еще 4 комплекта наград. Заканчивают турнир представители вольного стиля. Исраил Касумов представит Россию в категории до 70 килограммов. Алан Хугаев выступит в соревнованиях с супертяжей. У женщин болеем за Валерию Коблову и Анастасию Братчикову. Сегодня в сотый раз стартует легендарная велогонка Джиро до Италия. Событие масштабное для страны, Европы и мира. Первые этапы пройдут на острове Сардиния. Начинают в городке Альгером, финишируют пилотон в Ольбии. Равни на этап протяженностью 206 километров. За всеми событиями следим вместе на Волнах Спорт.ФМ. Все спортивные события слушайте на Спорт.ФМ сегодня. Спорт.ФМ Город. Герой. Герой. Один город. Один чемпион.